добрый день всем добрые зрители доброго канала с вами волонтер бездомных животных и приют твори добро наталья очень прошу внимательно послушать каждого кто переживает за судьбу клёпой кира и веня именно послушать нашего доктора ломакина николай николаевича теперь все поездки связанные с тяжелыми больными детьми я буду осуществлять только в рязань и только к этому доктору потому что этому доктору я доверяю полностью но немного скажу так что клёп оставлен на операцию первую операцию по выпрямлению его лапы у киры дела обстоят немножечко но немножечко не совсем хорошо кир у нас и слеповато и глуховато то есть реакции особенно слуховой ноль как я и предполагала в этом случае ребенку конечно нужно срочно дом семья ну вот я говорю у нее было черепа мозговой травмой она очень хорошо выключала все что это но мне кажется она не слышит и все равно вот эти вот ориентации кругового движения уже был поля угроза угрозников ой угрозников ой таки прямо со зрением и со слухом потому что через мозговой травмой но это то же самое люди хотя бы он по человеку понимаешь что он слабоумный становится а с животными конечно все посложнее но снимки есть на вот плюс отрыв хвоста надо оперировать про перелом вообще ничего не понимаем вообще ничего перелом если он старый перелом сейчас я боюсь а он как нет он новый молодой свежий тридцать первого тридцать первого вот я говорю у меня новый год закончился видите как да да он венчик с нами в этот раз у меня новый год нормально ну вот вы вас видите смысл в том что по поводу перелома позвоночника нужно понимать перелом полноценность с разрывом или без разрыва МРТ МРТ КТ это если перелом позвоночника если он уже оскольчатый какой то нужно как делать подтверждают целостность или разрыв если там разрыв то не нужно КТ уже никакой делать там просто ставят на место делают как это делается для ну палеотивности наверное чтобы не боле было фантомной боли И в этом участке стабилизация, у нас прям совсем последняя собака, один перелом позвоночника мы видим четко, вмещение компрессионное, делаем он мортез еще в двух отделах, чуть ниже, чуть выше, это 2 еще перелома. У вас вот видите, у вас все есть, мне привести бы вот его, да, этого спинальника, сейчас мы еще сделаем, я могу его реабилитацию, а где он уже есть? Ну, тут вопрос в другом, короче, по поводу перелома, говорю, это мрт и на основании мрт. А мрт у вас делают? Мрт может сделать 9 жизней, у нас не делают, у нас нет аппарата, они делают диагностику, они делают мрт. Делается мрт, на основании мрт, мы уже смотрим, да, в чем может сделать? Если перелом с разрывом полноценного спинного мозга, стабилизация участка позвоночника чисто как консервативное, ну, не консервативное, а оперативное метод лечения для улучшения качества жизни. Дальше смотрят, то есть, мочеспускаем дефекацию. Если что, мочеспускаем дефекацию, есть отличная, дефекации нету, но это проблема... Есть все у нас. Мочеспускаем дефекацию? Ну, тогда она въехать делать мрт, может... Сегодня у нас шестое число, и мы уехали в Рязань с веней на мрт. Стоимость мрт двух проекций – это 20 тысяч. Эти денежки были отложены Кире на лечение, поэтому, так как Кира не нуждается в лечении, я эти денежки сейчас решила не тянуть и сделать вене мрт. Ну, а вы, пожалуйста, посмотрите ролик, послушайте, и мы, как всегда, надеемся и ждем вашей помощи. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных Наталья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok